Хотел вырыть погреб подсоления и овощи. Вместо этого стал палеонтологом, смеется Юрий Афанасьев. Яму под своим гаражом в селе Ключевка мужчина выкопал на два метра в глубину. И вдруг наткнулся на что-то твердое. Когда достал предмет, глазам не поверил. Уж очень он напоминал бивень мамонта. То, что это бивень мамонта, можно определить по срезу. В принципе, только у бивня мамонта с торцевой стороны находится сеточка, характерная для него. Внутренние кольца толстые, годовые кольца, как у дерева примерно, такие же. А внешние полосовидные, костевидные и мелкие. Но сеточки характерны друг и для мамонта. Раскопки в селе Ключевка идут уже вторые сутки. Хозяину гаража помогают соседи и родственники. Приехали и ученые-археологи. Сейчас самый ответственный момент. 100-килограммовый бивень поднимают на поверхность и укладывают рядом с другими, более мелкими осколками. Так, ногу. Так поставь на пол. Нет, я руку держу. Так, подожди, приходишь, нет? Один из самых известных южноуральских исследователей, Владимир Юрин, сразу подтверждает, это действительно останки древнего животного. Их возраст от 20 до 100 тысяч лет. Принадлежал бивень, скорее всего, мамонту. Окончательный результат даст экспертиза. Она позволит точнее определить возраст останков. Но уже сейчас исследователи показывают, этот мамонт был один из последних. На бивне остались следы. Видно, что ими животное разгребало снег в поисках травы. Сюда бивень принесло рекой, уверены исследователи. Животное, которое когда-то погибло, его перемещало водными потоками. Бивни очень тяжелые. Они раньше отсоединились от всего скелета. Остались лежать. И то его перевернуло, отломило. Здесь находится острие бивня. А на другом конце, здесь, он крепился к черепу мамонта. Предположительно, это только фрагмент. Целиком бивень составляет около 3,5 метров. Само же животное было огромных размеров. Около 4 метров в высоту. Мамонты, носороги и древние лошади жили на Южном Урале. Ученые зафиксировали больше 300 точек, где находили останки животных. Но этот бивень уникальный. Ученые рассказывают, чаще всего люди находят кости древних животных во время строительства. Выбрасывают их и продолжают стройку. Юрий Афанасьев погреб рыть перестал. Бивень в ближайшее время очистят от глины и окаменелостей. И передадут в музей Сосновского района. Ульяна Зайкова, Андрей Ярушев, ОТВ.